Страх темноты Это был один из первых вопросов, которые задали мне, когда я проходил собеседование на место экскурсовода по пещерам, охраняемым в частном заповеднике. В тот день я ответил, что не боюсь ни темноты, ни узких помещений. Это открыло мне дорогу в новую жизнь, почти половину которой я провожу в этом самом заповеднике под названием «Хвоя и скалы». Шаги туристической группы создавали вибрации, ползущие вверх по стенкам. Люди снимали на камеры, капающую со столоктита в воду, заглядывали в темные и узкие углы разведенных сетей пещер. Я шел впереди, рассказывая об истории этого места, об образовании пещер в природе и об их опасности. «Ни в коем случае не отделяйтесь от группы и не отходите от красных линий», – наставническим тоном сказал я, обернувшись на туристов. Несмотря на то, что заповеднику уже больше десятка лет, я и мои коллеги любим рассказывать, что мы до сих пор не исследовали и не изучили даже половины этих тоннелей от их предполагаемого количества. «Те пещеры, в которые нам позволено водить обычных людей, в свою очередь не составляют даже половины от уже изученных. И именно они помечены красными линиями, призванными помочь найти дорогу в подгорных лабиринтах. «Видите, там что-то блестит», – указал я в сторону одного из проходов, посветив туда фонарем. «Это место затоплено, местной воды миллионы лет не касали живые существа. Она законсервирована природой, и по этой причине мы, люди, пока не рискуем нырять и смотреть, куда этот водоем может привести. Очень часто над ним могут скрываться еще проходы». Реакция детей на эти слова почти всегда просто бесподобна. Даже их родители удивляются фактам, которые я рассказываю. А некоторые из них сразу вызываются стать теми, кто хочет нарушить нетронутость местных водоемов. Такие дети находятся в каждой туристической группе. «Я хочу оттуда попить!» – поднял руку парень, поправляющий на голове желтую каску с фонарем. «Можно?» – «Сережа нельзя!» – потянула его за руку мать, опустив голову на свое чадо. Слово «нельзя» мало кому покажется весомым аргументом. Услышав его, я обернулся, чтобы рассказать, почему именно нельзя. «Дело в том, что эта подземельная вода малоизучена. Там вполне могут плавать доисторические бактерии, от которых люди не придумали лекарств. Если ты попьешь отсюда, то можешь сильно заболеть». Парень сразу же сбавил обороты, в ту же секунду потеряв весь интерес к своей затее. Вместе с ним по сторонам начала смотреть и вся группа, ожидая, когда я поведу их дальше. «Конечно же, этот водоем давным-давно изучен. Я не соврал разве что насчет того, что на его дне могут быть неизученные проходы, но в остальном местная вода обычная. Она почище воды в реках, которую пьет все, кому не лень, будучи уверенными, что в бурном течении не может быть ни мусора, ни бактерий». Я двинулся дальше, идя вдоль красной полосы и ламп, прикрепленных к полу, наша экскурсия почти окончена. Уже чувствую, как у меня сохнет в горле от постоянных рассказов обо всем, что вижу. Лучше бы на собеседовании меня спросили, не боюсь ли я большого количества вопросов от незнакомцев и их детей. «Мы уже возвращаемся, но совершенно другим путем, и выйдем в новом месте, нас там уже ждут». Оповестил всех я, ожидая света в конце тоннеля. Но внезапно сзади нас из неосвоенной для туризма пещеры донесся какой-то гул. Чем ближе к улице, тем чаще можно услышать подобные звуки, вызванные играми ветра. Но это было чем-то необычным, что даже я обернулся и уставился в темноту. «Там кто-то есть?» Все тот же мальчик задал вопрос, крутившийся в головах и у других людей. «Это невозможно, в пещерах почти нет никакой жизни», – ответил я, опустив плечи и пойдя дальше. Ключевое слово «почти», когда заповедник только создавался, тут было полно летучих мышей. С приходом шумных людей они изменили свои логово, забравшие щели внутри скал. Но даже если тут и оставались особо смелые особи, такой звук они не создадут при всем желании. Он был похож на вой волка, но до безобразия искаженный в звуковой программе. Через примерно 10 минут впереди показался естественный солнечный свет. Тоннель вел нас к своему концу. Там уже изрядно заскучавшие сидели родственники людей из группы, которые побоялись пойти на экскурсию под землю. Они встречали своих знакомых с мороженым со вкусом и ароматом кедрового леса, а также зеленым попкорном и газировкой, всем тем, что мы активно продаем. Тут же меня подменил Вова, который специализируется на экскурсиях по лесу и в пещеры, никого не водит. Я отдал ему всю группу, а сам пошел на заслуженный отдых. Больше сегодня с людьми мне работать не придется. На вездеходе я подъехал к ближайшему центру управления доложить об удививших меня звуках. Это ведь могут быть туристы, залезшие без сопровождения, да еще и в закрытую зону. У нас такое уже бывало один раз, но об этом потом. Надо отправить поисковую группу в северную часть тоннеля. Войдя внутрь с порога, сказал я. Там были странные звуки, мало ли. Сидящая на кресле Маша, сияющая своими круглыми очками, сразу нахмурила от удивления брови и стала вслепую искать рацию, войдя по захламленному бумагой столу. «Ты что, нашел портал в ад?» Ухмыльнулась она, найдя свой прибор. «Прием, северная часть пещер нуждается в проверке. У тебя ведь больше не будет там экскурсий?» Спросила она у меня отведя рацию. Я кивнул, усевшись рядом, и она продолжила. «Можете не торопиться, парни, ищите как следует». «Что искать-то?» Послышался вопрос по ту сторону. «А что искать?» Повторила его Маша. Я развел руками, хмыкнув. «Источники неизвестных звуков», ответила девушка. Два года назад у нас был подобный случай, поставивший под вопрос само существование заповедника, как открытый к посещению территория. Ночью двое парней-экстремалов решили получить острые ощущения. Забравшись на территорию незамеченными, они вошли в первую попавшуюся пещеру. Охрана только тогда заметила их на камерах и тут же кинулась вдогонку. Но за всю ночь так никого и не нашли. Когда наутро в недрах скальной породы направилось целых пять поисковых отрядов, то они смогли найти лишь одного из придурков. Тот был в шоковом состоянии, потерял дар речи и кинулся на тех, кто его нашел, чуть не откусив палец одному мужику. А его дружок бесследно пропал. Спасенный остался немым бедолагой, полностью растерявшим рассудок за те десятки часов, которые провел в темноте и тесноте. С тех пор на входах почти во все пещеры стоят специальные ворота, как в бункерах, а охрана удвоилась, как и количество камер на территории. Заповеднику это все дорого обошлось. Пока я вам это рассказывал, наступил глубокий вечер. Поисковая группа не нашла в северном секторе ничего необычного. Они доложили, что никаких странных звуков не зафиксировали, а это значит, что я зря всех напряг. Косячкин! Слегка ударило меня по плечу кулаком Маша, крутясь на своем кресле. Лучше поискать и ничего не найти, чем ничего не искать, и потом сесть в тюрьму за халатность. Скривился я. Ты бы первая села, управляющая! После несчастного случая с пропажей человека, с работников заповедника высокий спрос. На нашей ответственности жизни и здоровье всех, кто посещает хвою и скалы. Тем временем, все шло к концу рабочего дня. На парковке появились машины ночных охранников. Все сотрудники, в том числе и я, стали собираться домой. Компанию мне составила Маша, ведь я всегда довожу ее до дома. Но внезапно к нам подбежал Денис. Он тоже проводит экскурсии и, как и я, водит людей по пещерам. Этот человек славится своим дурацким характером и неугомонным юмором. «Стойте!» Крикнул он, махая руками. «Мы хотим Вовку закрыть пещеря! Айда с нами!» «Вы идиоты!» Напрягла лоб Маша, обернувшись. «Я подговорил Славку сказать Вове, что в пещерах его вещи нашли. Тот дурак поверил и поперся проверять». «Вот придурки!» «Дима, пошли за ним!» Качая головой, ответила Маша. «В нашем коллективе Вова известен тем, что до удара боится темноты, пещер и всего, что с этим связано». Оттого он и не водил туда экскурсии, встав на должность проводника к водопадам и енутий горе. Именно эта черта его характера часто выступала причиной чаще всего безобидных шуток со стороны Дениса. Справедливости ради, тот шутит над всеми и никогда не преследует цели обидеть кого-либо. Но его желание разыграть людей иногда приводит к последствиям. В общем, Денис побежал к крайней пещере, Маша погналась за ним, а я поплелся за ней, хотя мне ужасно хотелось домой. Когда мы прибыли, то коварный розыгрыш уже случился, вход в пещеру был закрыт. Когда дверь замыкается, свет внутри автоматически гаснет, а потому крик Вовы было слышно в разы громче, ведь его страх замкнутых пространств помножился на страх темноты. В это время перед дверью столпилась небольшая группа сотрудников. Кто-то хохотал, кто-то осуждал смеющихся. Денис примкнул к первым, вернее, он их возглавил. Выпускайте его сейчас же! Оглушительным ревом разразилась Маша, рвясь к двери. Ща-ща, пусть там хотя бы пять минут проведет! От смеха Денис хлопал себе по колену, а из его глаз текли слезы, все лицо красное, как помидор. Шутка считается неудачной, если смешно не всем. Подошел я на пару с Машей, растолкав весельчаков и став открывать массивную тяжелую дверь. За бурей смеха и криков мы все-таки как-то не заметили, как Вова перестал угрожать и визжать. По ту сторону стало смертельно тихо. Осознав это, к нашей паре присоединилось еще несколько людей. Дверь разблокировалась, красная лампа на дне загорелась зеленым и свет внутри вновь осветил тоннели. Зайдя туда, мы увидели лежавшего на полу в позе эмбриона Вову, который был в метрах десяти от выхода. По его лицу текли водопады слез, он дрожал как банный лист. «Доигрались, придурки!» зарычала Маша, сняв с себя куртку и укрыв ее парня. Когда она его коснулась, Вова стал вибрировать, словно его ударили током. В панике размахивал руками и ногами, ботинком, он заехал девушке прямо в нос. «Вовка!» Тут уже и Денис понял, что перегнул палку. Парень не был просто напуган, у него случился нервный срыв, из-за которого он никого к себе не пускал, а вместо этого пытался самостоятельно выбежать на улицу. Но пара ночных охранников, только начавших смену и пришедших из-за громкого звука, поймали его и уложили на землю. «Глаза! Глаза! Глаза!» вопил Вова, будто растерял весь разум. Или это было именно так? В любом случае, выглядел он ненормально, еще ни одна шутка Дениса не доводила до таких последствий. «Что у вас случилось?» грозным голосом спросил дед Максим, главный в охране. «Шо мы без драки?» «Почти!» выглянула на улицу Маша, прикрывая рукавом кровь, сочившуюся из обеих ноздрей. «Отпустите! Отпустите меня!» «Вов, успокойся! Что с тобой?» нагнулся к нему Денис, лица которого пропал весь юмор. Теперь он был серьезен, ему стало страшно. Почему-то именно когда виновник всего произошедшего показался перед Вовой, тот стал успокаиваться. Он размяг под тяжестью державших его охраны, но в глазах все еще горело безумие. «Меня кто-то схватил за ноги! Они тащили меня во тьму!» Дед Максим, услышав это, приказал своим громилам отпустить. Все мы увидели, что штанина на левой ноге парня была порвана, будто на него наползвей. К тому же пострадала не только она, но и сама кожа. Три глубоких царапины сочились кровью, которая почему-то густела, а не лилась ручьем. Все «Аптечку!» крикнул дед. Первым делом все, конечно же, занялись Вовой, пытались перевести его в чувство, перевязали ногу, а я подошел к Маше, которая старалась стереть со своего тонкого лица след от грязной подошвы и кровь, засохшую вокруг губ. «Долбанный Денис!» бросалась она испачканными салфетками. «Чтобы у него язык выпал, шутник хренов!» «Поехали уже дальше, тут сами разберутся!» ответил я, пнув бумажный комок в мусорное ведро. «На тебе лица нет!» «Тоже юморной!» прикрикнула девушка. «Следи лучше за напарником, чтоб людей не калечил!» «Денис мне не напарник, мы просто работаем рядом друг с другом!» Мы вновь собирались идти к парковке и, наконец, закончить сегодняшний рабочий день. Но внезапно к входу в заповедник подъехала машина скорой помощи. К ней побежали все те же охранники, несущие каталку, на которой лежал и держался за ногу Вова, стонущие сквозь стиснутые зубы. Поймав бегущего за ним деда Максима, мы стали выяснять, что случилось. «Он что-то подцепил! Поднялась температура, началась рвота! Вызвали скорую!» «Чертов Денис!» вновь оскалилась Маша. «Завтра разберемся!» Успокоил я ее. «Пусть едут в больницу, утром все узнается!» Сразу после того, как скорая помощь уехала, следом за ней тронулись и мы. Всю дорогу Маша жаловалась на Дениса и на то, какие синие ноги у Вовы. А потому мы стали гадать, что же случилось с парнем за те несколько минут, что он был один в пещере. Там не может быть никого, только сегодня же группа все исследовала. Напомнил я. Где он цепнулся, интересно? Ты видел раны, как будто тигр бросился? А что если он на что-то ядовитое наткнулся? На плющ или что-то вроде? Нет там ничего, это же туристическое место, все обрабатывают каждые полгода. Внезапно свет фар выхватил фигуру какого-то животного, которое выбежало прям на дорогу. Рефлекторно я крутанул роль, а Маша с визгом схватилась за сиденье. Да когда ж это кончится? Благо я успел обрулить непонятную зверюгу, даже не поняв кто это. Это что, крокодил на дороге? Стала оборачиваться девушка, но уже никого не видела. Ты успела разглядеть? Да, это было похоже на крокодила, я же сказала, или на ящерицу, но жесть какую огромную и без хвоста. Жуть, что за ужас. Кажется, ты заработалась. В наших краях подобных животных не существует, зоопарка или цирка тоже рядом нет. Наверное, это было обычное лесное зверь, а Маше привиделось что-то от усталости. Может, Вова ей мозги отшиб. Возьми отгул на завтра, Славик тебя подменит, он уже это делал. Предложил я. Тот тоже хорош, пошел с Денисом заодно, бедного парнишку чуть с ума не свели на пару, нахватался от него гадостей, лучше б с тобой дружил. То есть, я тебе нравлюсь больше? Смотри на дорогу, тут звери дикие. Из леса мы выехали в город, я довел Смашу до ее дома, сам заехал по пути черт, у меня будильник через шесть часов прозвенит, а я даже еще не сходил в душ. Вот что на самом деле страшно, они лесные и пещерные монстры. Через полчаса мне наконец удалось упасть в кровать, свет в глазах сразу погас, перед очередной сменой просто необходимо пару часов поспать. Проснулся я, как ни странно, не из-за будильника, а сам. Не могу понять, что оторвало меня от теплой подушки, но ощущение было такое, будто мне приснился кошмар, который я не помню. В окна сквозь шторы уже заглядывает свет, вот-вот надо будет собираться на работу. Я взял край одеяла, чтобы смахнуть его с себя, но увидел на нем человеческую отрубленную стопу. Кровь от нее разливалась по всей кровати, кожа уже посинела, но пальцы двигались в последних судорогах. От неожиданности я заорал во все горло и вновь открыл глаза. Это был просто сон. Вновь очнувшись, я сразу посмотрел туда, где лежал кусок тела. Пусто. Сердце колотилось, лежать в кровати совсем теперь не хотелось. Я потянулся к телефону, но тот завибрировал из-за сработавшего будильника. Да иди ты! За ночь мне пришло сообщение отмашки, все-таки она решила взять отгул на день, а на свое место поставила славу, как я вчера и предлагал. Написала, что поедет проверять, как себя чувствует Вова. Что ж, ну ладно, значит мне не придется подбирать ее по пути. Могу не торопиться. За утренними процедурами и перед рабочими ритуалами дурный сон растворился в воспоминаниях, но неприятный осадок от него остался. Внутри мне стало как-то холодно и неспокойно. В конце концов, на работу я приехал спустя час, но ворота на территории были закрыты, две бабушки с ребенком подошли ко мне, когда я стал входить. «Простите, а заповедник сегодня работает?» спросила одна из них. «Ну, видимо нет», пожал я плечами. Пошел искать других работников, замкнув ворота, чтобы туристы не ломились. Вчера никто не сообщал о сегодняшнем нерабочем дне. Маша о нем тоже ничего не знала. Я мог не приезжать, надеясь на территории ничего не произошло за ночь. Я вошел в будку охранника, где на кресле вальяжной сидел дед Максим, войдя глазами по нескольким мониторам камер. «А где все?» спросил я у него. «Доброе утро, Дмитрий, возвращайся домой, у нас тут разбирательства очередные». «Что случилось?» «Да вот пошли выяснять, понимаешь, что там в наших пещерах творится, почему люди после них в больницах оказываются», намекая на вчерашний случай, ответил старик и отхлебнул чай. «Можешь пойти встречать исследователей, если хочешь, они выйдут из третьего входа». Тут надо обозначить, что на территории заповедника находится целая сеть пещер и тоннелей, в которой есть целый ряд проходов. Всего их обнаружено пять, и это только те, до которых можно спокойно добраться. А если учитывать всякие трещины и дырки в скалах на высоте пятиэтажного дома, то проходов насчитывается больше десятка. В свою очередь, именно третий стал местом вчерашнего происшествия с Вовой. И именно к нему я и пошел, так как мне было по правде интересно, что вчера произошло с парнем, пока он находился там в полном одиночестве. Там же меня и встретила компашка главных виновников всего происходящего. Славик курил, усевшись на булыжник, Денис крутил йо-йо. Массивная дверь в пещеру была открыта. «Исследователи все еще там?» спросил я, подойдя к ним и пожав руки. «Скоро вернутся», выпустил пары из легких Слава. «Слышал, что с Вовкой случилось?» «С ним еще что-то произошло?» «Ногу ему тяпнули», опустив голову, сказал Денис, крутя свою игрушку. «Это Маша мне рассказала по телефону», поддакнул Слава. Типо яд начал проникать глубже в ткани и мышцы стали отмирать, почти по колено пришлось импутировать. Жуткая новость, он самый молодой из нашей команды экскурсоводов. У парня было много планов на жизнь, его манили горы, он даже Эльбрус хотел покорить. Теперь не судьба, а все по вине одного придурка». «Дэн, ты осел!» зарычал я. «Тебе хоть стыдно там?» Тот ничего не сказал. Очевидно, что он в шоке от того, к чему привели его действия. Пусть теперь молится, чтобы Вова не подал на него в суд. «Все, Дим, успокойся!» «Это меня Маша попросила подменить ее, а не тебя!» Прекратил курить Славик, спрыгнув с камня. «А ты типа лучше этого придурка!» «Он сказал, что это ты Вову заманил в пещеры!» «Да, я, я тоже виноват не меньше его! Если надо будет, понесем ответственность вместе! Только сейчас нам важнее понять, почему пещеры стали опасными!» Славик говорил правильные слова. Этот здравый смысл меня немного успокоил. Но и Денис все же сожалел о поступке, а значит, не все в этих людях потеряно. Только потерянную ногу пострадавшему это не вернет. Тем временем, пока мы втроем выясняли отношения, на улицу вышла группа исследователей. Один из них держал в руках какой-то ярко-зеленый плющ. Увидев его, я вспомнил это растение. Оно вилось по стене недалеко от входа. Я совсем не обращал на него внимания, плющ как плющ. Вот она, наша проблема. Что это? Наконец поднял голову Денис. «Это очень ядовитая тварь, эту штуку нельзя трогать без защиты кожи», пояснил эксперт с ноги до ушей, обтянутый в защитную одежду, как и все, кто был за его спиной. «Теперь надо проводить полный осмотр всех пещер и уничтожать это растение, пока еще никто не отравился. Они любят полумрак и влажность, так что остальная часть территории должна быть безопасна». Мы выдохнули, но не от облегчения. Не уверен, что можно назвать везением то, что пострадал один только Вова. С другой стороны, этот плющ мог зацепить много людей, в том числе и посетителей. Тогда бы у заповедника были бы большие проблемы. Они, впрочем, теперь нам все равно обеспечены. Пока инспекция не убедится в безопасности наших аттракционов, туристов в заповедник не пустят. «Сослужите дружбу, закройте дверь пока что», попросил исследователь. «С третьим входом мы закончили, но надо идти дальше». Наша троица кивнула, люди в защитных костюмах удалились. Не знаю зачем, но перед закрытием я решила глядеть все сам на предмет подобных растений. Сомневаюсь, что моя внимательность выше, чем у нескольких специалистов, но все же еще одна проверка лишней не будет. Я ведь и сам мог вчера запросто конечности лишиться, если бы под ноги не смотрел. «Только не додумайте закрыть меня!» Парням уже было не до шуток. Я включил фонарь и стал все осматривать, как вдруг из самого нутра пещеры донесся знакомый звук. То же самое я слышал во время последней экскурсии. «Слышали?» отозвался сзади Славик. «Твою мать!» протянул Денис. Стон отдаленно напоминающий искаженный вой волка или кита. Почему-то я был уверен, что не только у меня пробежали мурашки по силу. «Верни исследователей!» крикнул я, боясь поворачиваться к темноте спиной. Денис сорвался с места, бегом побежав за группой. Славик включил свой фонарь и подошел ко мне. «Как ты думаешь, что это было?» спросил он. «То, что целая толпа народу не заметила. Давай пройдем пару шагов». Мне стало жутко интересно, в чем причина этих звуков. Интерес был скорее научным. Я отказывался верить, что тут может жить какой-то организм крупнее мыши или червя. В таком случае природа шумов еще более загадочна. Лучи белого света освещали окружающую пыль гладкие стены переплетающихся тоннелей. Тянущий к себе вой шел из глубины северных проходов и будто бы отдалялся от нас, дразняя зазывая следовать за ним. Внезапно Славик взял меня за плечо. Давай не уходи далеко, что-то мне стрёмно. Ты серьезно? Мы эти пещеры по пять раз за день обходим. Чего ты испугался? Того, что обычно я тут хожу вместе с двадцатью людьми, а не с одним, и кроме нас никто не шумит. Среди народа о славе ходят истории, что человек он в общем добрый и умный, но вот его буйная фантазия иногда выдумывает проблемы и опасности там, где их нет. А потому меня всегда удивляло, что он решил стать именно экскурсоводом по пещерам. Внезапно свет напольных ламп начал мерцать. В какой-то момент я испугался, что он погаснет. Мы дошли до узкой трещины в скале, которая вела в соседние проходы. Те, в свою очередь, не оборудованы ни лампами, ни красными полосами. Они закрыты для посещения, так как идти до них безопасными извилистыми путями довольно далеко. Наступила давящая на виски тишина. Мы зашли достаточно далеко, чтобы звуки природы уже не доходили до нас. К ощущению подземного давления привыкаешь не сразу. Инородный звук был совсем рядом. Я подошел к щели и стал светить фонарем прямо в нее, надеясь найти источник. Ее толщина была достаточной, чтобы просунуть туда руку. Но по всем правилам безопасности делать это запрещено. Видишь что-нибудь? Полголоса спросил Славик, крутясь на месте и светя в другие проходы. Давай уже идти обратно, там спецы должны вот-вот прийти. Терпение. Я был уверен, что почти смог разглядеть то, что воет тут. Этот звук будто бы постепенно менялся и уже больше смахивал на что-то между тихим плачем и речью сильно картавящего человека. Ну уже где оно? Внезапно мне показалось, что в темноте, которую не охватывал луч фонаря, что-то блеснуло. Я замер стал смотреть в эту точку, пока вновь не увидел странное движение. Вдруг я понял, что это чей-то хищный глаз, он был как у кошки, отражал свет фонаря и таращился прямо в моё лицо. И в тот же миг, когда я осознал, что по ту сторону что-то живое, вокруг завыл целый хор, голосов было больше пяти, мы вместе со Славой кинулись к выходу. «Быстрее! Быстрее!» Подгонял я его, вырвавшись вперёд. Мы бежали вдоль красной линии и слышали, как кто-то воет в глубине необорудованных пещер. От нашего бега поднялась пыль. Из-за эха стоки подошв множились и их громкость многократно усиливалась. А ещё за нами будто кто-то бежал. Я не слышал его за шумом собственного сердца, но чувствовал это. Впереди показались солнечные светы несколько человеческих фигур, одна из которых схватила меня за руку, когда я вылетел наружу. Что случилось? Там кто-то есть! Несколько зверей в северной неосвоенной вдыхая свежий воздух бормотал я весь вспотев. Стой! А где Славик? Подошёл ко мне Денис округлив глаза. В смысле? Меня обдало холодом. Я обернулся и понял, что действительно за мной никого не было, а из тоннелей не доносилось ни единого звука. С какой целью вы туда полезли? Хватал меня за одежду лидер исследователей. Там был шум, о котором я вчера докладывал. Группа исследователей кинулась туда, а я сел на булыжник, только начав осознавать, что случилось. Денис ушёл вместе со всеми. Образы того, кого я видел, ещё были свежи в памяти. Я отчётливо запомнил светящиеся глаза и крики, которые вынудили нас дать дёру. Куда пропал Славик? Он же бежал прямо за мной. Через пару минут показался Денис в компании с ещё одним мужчиной. В его руках был ботинок. Пыльная подошва сразу доказала, кому тот ранее принадлежал. Увидев это, я ощутил очередную волну страха. Теперь стало совершенно ясно, в пещерах кто-то живёт. Они забрали человека, который был рядом со мной буквально полчаса назад, а я этого даже сразу не заметил. И этих созданий там много. Денис отвёл меня к деду Максиму в здании охраны, где старик предложил чаю с ромашкой. Он этот чай постоянно глушит каждую смену и вливает его в каждого гостя. Я пялился в экран, показывающий вид на третий выход из пещеры. Оттуда вышли люди, и с ними было всё в порядке. А может показалось? Спросил дед Максим. В темноте чего только не привидится. Вот я как-то раз обхожу свой участок ночью. Вижу, а в лесу за забором жёлтый огонёк гуляет. Мне подумалось, что это фонарями кто-то светит. Я стал кричать, что подошли ко мне, назвались. А этот пучок света как взял и в небо улетел. Больше ничего не видел. Это ещё год назад случилось. Интересная история. Без намёка на интерес ответил я, а затем показал ему кроссовок. Если мне показалось, то куда Славик делся? Спецы без него вышли. Разделились вы пока когти рвали. Ты налево, он направо. Найдётся, он толковый парень. А если нет? Паранойя это самое правильное слово, которое описывало моё самочувствие. Когда в полной темноте пещер мой взгляд пересёкся со взглядом существа, это чувство плотно закрепилось внутри меня, и мне до сих пор кажется, что нечто продолжает смотреть в мои глаза и медленно приближаться, а я его уже не вижу. Спустя десять минут к нам вернулся бледный Денис. «Не нашли никого», подытожил он мои опасения. «Надо сообщить руководству», ответил я, стараясь отвлечься от подступающей паники. «Чёрт, Славик подменил Машу, они оба лучше всех знали, что делать в таких ситуациях. Ладно, сейчас я позвоню». Я вышел на улицу, достав из кармана телефон. Не вовремя Маша взяла отгулы, ей надо возвращаться. У нас тут катастрофа, пошли глухие гудки. Я наворачивал круги вокруг сосны, затем позвонил снова, а потом ещё раз, в конце концов, вернулся в здание. «Не берёт трубку?» «Тогда дуй к ней», кивнул в сторону парковки Денис. «И можешь не возвращаться, отдыхай, тебе досталось». «Поздно ты в героя играешь», огрызнулся я в ответ, а затем замолк. Какая же неприятность осознавать, что он взялся за голову, только будучи под угрозой. Слова тоже рассуждал здраво, и где он теперь? В любом случае, я сел в машину и поехал к городу. Денис пообещал, что позвонит мне, если под землей что-нибудь найдут. Я положил телефон на пассажирское сидение экраном вверх и молился, чтобы он завибрировал. Поднялся ветер, мне навстречу плыла стройная армия туч. Чтобы освежиться, я чувствуя, как первые капли попадают на кожу. Странный звук доносился из леса. Поехав медленнее, я стал слушать. Что-то большое выпрыгнуло из кустов на дорогу, стоило мне отвлечься. Рука машинально крутанула руль, и я в очередной раз чудом объехал живое препятствие, прямо как в прошлую ночь. Но на этот раз мне удалось его разглядеть. Больше всего это животное было похоже на крокодила, лишенного хвоста. Вместо темной чешуи у него вполне человеческая, но бледная лысая кожа. Морда вытянута и блестит двумя рядами белых зубов. Глаза без зрачков мне показались преступно знакомыми, а черные большие и сильные лапы, как у медведя, когтями царапали асфальт. Оно вышло из тоннелей. Этот монстр побежал за моей машиной. Вжавшись сиденья, я надавил педаль газа, существо было быстрым, но недостаточно, чтобы догнать, а потому вскоре нырнуло обратно в кусты, скрывшись в зеленой листве. Мои трясущиеся руки сжимали руль, по лобовому стеклу застучали большие капли наступающего ливня. Лишь когда я попал в город, мне стало спокойней. Подъехала к дому Маши и набрал ее номер еще раз. Нет ответа. Тогда пришлось мочить голову, хотя покидать машину совсем не хотелось, не только из-за плохой погоды. Почему-то я был уверен, что та лесная тварь до сих пор преследует меня, даже если я ее не вижу. В общем, быстрым шагом я попал из машины в подъезд, накинув на голову капюшон. Квартиру Маши нашла легко. Один раз она меня к себе уже пустила, когда помогал ей с тяжелыми пакетами. Костяшкой пальца постучал по деревянной двери. По ту сторону тихо, хотя слышно какие-то скрипы где-то в глубине квартиры. Маш, это Дима с работы, у нас проблемы. Подал голос я постучал второй раз, но уже сильнее. Из-за этого дверь сама слегка открылась и я понял, что она не замкнута. Маш, я вхожу. Прости, это срочно. Меня никто не встретил, я попал в темный коридор, в котором гулял сквозняк. Кожаная куртка слегка болталась на вешалке. Не разуваясь, я сделал два шага, заглянув на кухню, где было разбито окно. Осколки валялись на полу и столе, сквозь дыру попадал ветер и дождь, вода собиралась на подоконнике и копала вниз. На обоих уже подсохшие капельки крови. Я понял, что все серьезно и уже намного аккуратнее стал заглядывать в другие комнаты, стащив с разгромленной кухни нож. Но большая часть квартиры выглядела практически цела, разве что паласы, которые были везде, поцарапаны, будто тут жил крайний когтистый кот. Затем я попал в рабочий кабинет. По сломанной и поваленной мебели было несложно понять, что тут шел бой за жизнь. Кровь на стене возле еще одного в дребезге разбитого окна была еще свежей, как и лужа крови на полу. В ней плавали длинные волосы. Я покрылся мурашками, выглянул на улицу и увидел, что внизу еще кровь, которая постепенно смывалась ливнем. Маша исчезла, ее тоже забрали. Вернувшись в машину, я сразу схватился за свой телефон и стал набирать номер Дениса. Тот не брал трубку, тогда начал звонить деду Максиму. Абонент недоступен. От злости и испуга ударил кулаком по рулю. Одновременно с этим в небе ударила молния. На нас ведется охота. Выдохнув, я завел мотор. Колеса медленно сдвинулись с места. Я чую хищный взгляд и чувствую себя беззащитной добычей. Все люди попрятались в свои дома, спасаясь от грозы. Шум дождя заглушает все вокруг. Я еду по одинокой улице, понимая, что на меня вот-вот нападут, если ничего не сделаю. Надо направляться куда-то, где много людей, в какое-нибудь место, куда просто так не попадешь. В голову сразу пришла больница. На верхние этажи меня не пустят, только если не скажу, что пришел навестить кого-то. надеюсь, Вова еще там. Я проехал мимо своего дома, там меня найдут. Затем вдали показалась полицейская машина, мокнущая рядом с мигающей вывеской кафе. Они не смогут защитить меня. Никто даже не поверит, что мы разозлили пещерных жителей, и те начали по очереди вырезать нас одного за другим. Я въехал в больничный двор. Небо темнеет, со стороны леса плывут еще более черные тучи. Добрый день, что у вас случилось? Встретила меня медсестра. Весь перепуганный, я смотрел на нее ледяным взглядом. Сидящие в очереди люди таращились на мою мокрую и дрожащую фигуру. Я пришел навестить коллегу, разрешите? Меня проводили на третий этаж, вокруг ходит много народу, это успокаивает. Куча голосов, переговариваются друг с другом, по окнам стучат капли, стало как-то сильно холодно. Ваш коллега в тяжелом состоянии, но идет на поправку, оповестила меня медсестра. Не задерживайтесь у него, ему нужен покой, яд видимо повредил мозг, он постоянно бормочет что-то. Хорошо, спасибо. Мне открыли дверь, на белой койке рядом с окном лежал Вова. То, что осталось от его ноги после операции забинтовано, голова тонет в подушке и стекленные глаза уставились в потолок. Все остальные пациенты спали. Привет, прости, что без гостинцев, пришел навестить тебя, дружище. Прошептал я, стараясь как можно глубже спрятать свой страх. Честно сказать, мне кажется, что между нами двумя сейчас нет никакой разницы. Мы оба одинаково напуганы, но я еще почему-то держусь пока что. Промычал Вова подняв свою голову. Встретившись со мной взглядом, он вновь упал на подушку, вдохнув. Ты еще жив? Спросил он охрипшим и усталым голосом. А почему должно быть иначе я присяду? Я сел на стол рядом с ним так, чтобы мне удобно было смотреть и на него, и в окно. Деревья недалеко от здания как-то странно дрожат. Они придут за всеми, а я вижу во снах, как они находят нас. Нас это кого? Всех, кто был в пещерах в последние дни. Они раньше жили глубоко, но теперь стали выползать на поверхность. Они забирают всех, кто был рядом с ними. Маша, Денис, Лавик, еще кто-то. Их уже нет. Вновь на улице ударила молния. Она озарила небо именно в тот момент, когда Вова замолчал, а я обратил внимание на вид из окна. Желтые светящиеся глаза смотрели на меня в ответ. Я видел, как они сверкают в гуще зеленой кроны ореха, трясущегося под дождем. Мой голос задрожал. Откуда тебе все это известно? Они сами мне все рассказали во сне. Прошло полчаса, а Дмитрий все так и не выходил. Медсестра, уже готовящаяся кормить больных, пошла выпроваживать гостя, но когда вошла в палату, то не увидела ни его, ни пациента, к которому он приходил. Открытое на распашку окно впускало внутри холод и воду, разливающуюся по клетчатому полу. Цветок в горшке трусливо дрожал, увидев что-то ужасное. Пропавшие не оставили никаких следов, кроме пятна крови на белой койке. А все остальные пациенты молча спали, даже ничего не заметив. Лишь один из них, старый дедушка, смотрел в окно мертвым взглядом, и бормотал. Их забрали! Теперь можно положить в копилочку работ, на которой не стоит устраиваться данную работу. Если честно, очень жалко людей, все же шутка, естественно, была глупая. Думаю, если бы они не подшутили над тем самым парнем, которому ампутировали ногу, все же существа начали бы как-то по-другому, начали бы, точнее, с кого-то другого. И все бы это продолжилось, и те, кто были рядом, пострадали бы. А если вы дослушали историю до самого конца, поставьте эмоди или смайлик кому как удобнее крокодила, так мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. Услышимся в следующей интересной истории.